В мае медицинские сестры всего мира отмечают свой профессиональный праздник – День медицинской сестры. У этого праздника своя история, свои традиции, и никогда в нашем эфире мы об этом празднике не говорили. Более того, извечный спор, кто важнее – врач или медицинская сестра. Попробуем поговорить об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач, а точнее дежурная медицинская сестра нашей скорой телевизионной помощи Вероника Пятиков, главная медицинская сестра Самарского онкологического диспансера. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Поздравляю вас от имени всех наших зрителей с профессиональным праздником. И об отоспецифике вашей работы очень хотелось бы сегодня и поговорить. Я не думаю, что нам с вами сейчас стоит рассказывать историю появления этого праздника. Мне кажется, достаточно того, что профессия настолько благородная и необходимая всем нам, что профессиональный праздник уж точно должен быть, но, возможно, в онкологическом диспансере есть какие-то традиции празднования этого дня. Вы есть о ней или нет? Расскажите, пожалуйста. Конечно, есть. Мы в нашем диспансере отмечаем Международный день медицинской сестры традиционно. 12 мая может быть. Вот в этом году 17 мая у нас будет. Это торжественное мероприятие, на котором мы посвящаем молодых специалистов в профессию. Я, как главный медистр, отчитываюсь о работе сестринской службы. Администрация, главный врач награждает и поздравляет медицинских сестер. У нас ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства. И, конечно, традиционно в конце этого торжественного мероприятия у нас проходит концерт, который организуем мы сами, силами наших сотрудников. И на одной сцене выступают и врачи, и медсестры, и санитары, и уборщики. Сами себя поздравляете, получается. Сами себя поздравляем. Да, концерт готовит сестринская служба. А вот вы сказали, что меня зацепила фраза «посвящение медицинские сестры». Вот, например, посвящение молодых строителей в строители – это прям такая очень непростая история. А у вас? Надеюсь, обходится без каких-то шокирующих процедур. У нас ежегодно мы посвящаем молодых специалистов. За год приходят к нам молодые специалисты. Вот в этом году мы посвящать будем 22 молодых специалистов в профессию. Они себя зарекомендовали в течение года и в торжественной обстановке. Они читают клятву медицинской сестры-онкодиспансера. Она не такая, как у врача? Нет, у нас все свое. Читают клятву. Мы вручаем им памятные подарки. И они торжественно садятся на рабочие места. И для них это знаково на всю оставшуюся жизнь. Но это на самом деле серьезно. Это уважение, это принятие. Это принятие. Многое другое. Это определенная традиция. А для молодых специалистов это важно, когда они приходят первый раз в практическое здравоохранение. И когда их так встречают. Вы знаете, мы назвали сегодняшнюю программу «Помощник врача». Но это вопрос, зависящий от обстоятельств. А всегда ли у медицинской сестры есть возможность вызвать врача? И не приходится ли ей в какие-то моменты все решать самой? Вы знаете, в последнее время тенденция помощника врача уходит в прошлое. И сейчас медицинская сестра – это партнер. Это равноценный партнер, который с профессиональной точки зрения может перестраховать врача на тот период, когда он находится в операционной, осуществляя наблюдение за нашими пациентами в стационарных отделениях. Тем более, что у нас медицинская сестра не просто медицинская сестра, палатная и процедурная, а у нас клиническая медицинская сестра, которая в себе включает работу и процедурной медсестры, и палатной медицинской сестры. Она его встречает, когда он приходит к нам, пациент, на госпитализацию в отделении. Она знакомит его с работой отделения, с правилами. И, соответственно, на всем этапе пребывания пациента в отделении она осуществляет и уход, и выполнение всех необходимых манипуляций. Мы о пациентах, наверное, сегодня будем весь эфир с вами разговаривать, а вот возвращаясь к врачам, насколько важна для медицинской сестры эмпатия, сработанность с доктором? Однозначно, потому что работа врача и медсестры – это командная работа пациента. Все трое нацелены на лучшие результаты выздоровления каждого пациента. Поэтому работа в команде у нас в диспансере – это правило. И я напомню нашим зрителям, что сегодня в эфире программы «Звоните доктору» главной медицинской сестра Самарского онкологического диспансера Вероника Пятикоп. Мы говорим о работе медицинской сестры, но какие-то вопросы, связанные с работой онкодиспансера, я думаю, что наши зрители могут задавать. Мы в прямом эфире, 202-11-22, звоните к нам. Ну, может быть, кто-то захочет и с профессиональным праздником поздравить, собственно, почему нет. Будем рады. Я хотела задать вопрос, какими качествами должна обладать современная медицинская сестра. Ну вот, учитывая обстоятельства начала нашего сегодняшнего эфира, то, как вы мужественно через пробки пробивались к нам на автомобиле, за рулем, прибежали в эфир. Ну, это вот вообще, наверное, лучше как-то характеризует тот набор качеств бойцовских, которые должна иметь медицинская сестра. Ну, а если серьезно, то да, какими? Конечно, медицинская сестра, во-первых, это сестра милосердия. То есть это доброта, это эмпатия. Ну, и, соответственно, профессиональными навыками она должна обладать, не только человеческими хорошими качествами. Хорошо владеть всеми манипуляциями сестринскими. А тем более в онк-центре они у нас более сложные манипуляции. Ну, а в онк-службе медицинская сестра должна еще быть стрессоустойчива. Ну, наверное, в любой службе тоже должна быть стрессоустойчива. Наверное. Хорошо, раз уж вы заговорили про онкослужбу, все равно, вот какая еще специфика работы именно в вашем учреждении? Ну, работа медицинской сестры, конечно же. Ну, как я уже сейчас сказала, это, конечно, профессиональные качества. В связи с тем, что медицина развивается, и у нас онк-центр, врачи тоже развиваются и внедряют и оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, то и сестра не должна отставаться от этого. И, соответственно, она овладевает новыми навыками, и многие высокотехнологичные медицинские услуги у нас идут совместно, врачи, медицинская сестра. Поэтому это постоянное обучение. Это постоянное обучение, это целеустремленность, способность постоянно развиваться и внедрять какие-то инновации. Сколько лет вы в медицине? В медицине я 34 года. Вот. Скажите, это серьезный период, за который можно проанализировать какие-то изменения. Профессия молодеет? Профессия молодеет, медленно, но молодеет. Потому что, ну, сейчас молодежь, к сожалению, почему-то не очень охотно идет в практическое здравоохранение. Наверное, боятся каких-то сложностей в работе, в взаимоотношении с пациентами. Но в целом динамика омоложения есть. И самое главное, что сейчас в профессии нашей появились мужчины. Вот. Это был и следующий вопрос. Мы все время говорим «медицинская сестра», а у нас же еще сейчас, наверное, медбратья появились. Ну, а насколько активно-то они вообще появились? Или, ну, так это единичные случаи? Ну, пока это, на самом деле, единичные случаи. Они в основном выбирают профессию массажиста, инструктора лечебной физкультуры. Но есть у нас в отделении медицинские братья, которые работают как медицинский брат, клинический, так назовем. То есть это не студенты, которые на практике? Нет. Это, я говорю сейчас, это профессия, которые именно медицинская сестра, медицинский брат. Вот к нам приходят и на практику студенты, когда из колледжа имени Нины Ляпиной большой контингент там мужчин. А вообще сколько медицинских сестер находится под вашим началом? То есть каков штат медсестер онкологического диспансера? Ну вот сейчас за первый квартал 667 человек среднего медицинского персонала. Вот это цифра. 145 младшего персонала. Ну а каким образом медицинские сестры подбираются? Все равно вот именно в ваше учреждение, потому что ну есть специфика. Конечно, есть специфика в каждой медицинской организации. В нашей мы выстроили работу по... У нас сестринская служба. Сестринская служба, в которую входят и медицинские сестры, и фельдшера, и младший медицинский персонал. И регулируют работу Совет по сестринскому делу. Я не одна. У меня целая команда старших сестер, которые входят в Совет по сестринскому делу. И, соответственно... Я бы даже не удивилась, если бы я одна с этим справлялись. Но нет. И, конечно, когда к нам приходит молодой специалист, он именно в сестринскую службу, он приходит первым делом ко мне на собеседование. И я с ним общаюсь. Я смотрю... Это стресс-интервью? Нет. Я очень дружелюбна. И смотрю на психоэмоциональное состояние. Кажется, человек, мы же все разные. У меня, соответственно, есть база вакансий, отделений. И мы начинаем общаться с сотрудником, кто хочет к нам трудоустроиться, что ближе ему будет по душе. После этого я его отправляю в отделение. Он там смотрит саму обстановку. Он общается со старшей сестрой. У него стажировка один-три дня. И после этого принимается решение о трудоустройстве. После того, как он трудоустроился, у нас включается система наставничества. У нас в диспансере системный подход к работе и в том числе к наставничеству. Вы сказали сестринская служба. Боюсь, это не очень понятно для нас. Чем было обусловлено, что именно вам нужна такая система? И что значит сестринская служба? Чем она отличается от того, что просто есть врачи, а есть медицинские сестры? Во-первых, это помогает координировать работу всего среднего и младшего медицинского персонала. То есть это как свой профсоюз, что ли? Нет, это не профсоюз. Это именно сестринская служба, куда входит весь средний и младший медицинский персонал. Он подчиняется мне в том числе, как главной медицинской сестре. И мы системно выстраиваем работу именно сестринской службы. У нас, как я уже сказала, совет по сестринскому делу. У нас свои регламентирующие документы внутри у сестринской службы. И по большому счету это повышает удовлетворенность наших пациентов и качество оказания медицинской помощи. У нас в диспансере проводится внутреннее анкетирование наших пациентов. И отдельно идет оценка службы сестринской, врачей, питания, прочего персонала. И вот могу с гордостью сказать, что сестринская служба занимает хорошие, высокие результаты. Вероника Михайловна, вот предположим, недостаточно людей приходит трудоустраиваться. Есть вакансии. Вы, вот это ваше собеседование, цель его, вы все равно возьмете человека? Или все-таки что-то вас может остановить? Вот что, каковы критерии? Естественно, может остановить, если при общении я вижу безразличие этой медицинской сестры или медицинского брата, который, ну, просто пришел ради того, что, ну, вот, захотелось ему посмотреть. Соответственно, я пообщаюсь, когда я его отправлю в отделение, я позвоню старшей сестре, спрошу ее точку зрения об этом специалисте. То есть у нас комплексный подход к подбору персонала. О чем вы предупреждаете тех, кто приходит к вам работать? Есть какой-то секрет, который вы говорите, что вот это будет обязательно, и вы должны быть к этому готовы? Секретов никаких нет, мы очень открыты. У нас интересно работать с диспансером. Мы постоянно развиваемся, мы что-то, какие-то инновации внедряем в сестринскую службу. Опасений нету. Единственное, я предупреждаю, что у нас работать психологически нелегко, поскольку пациенты у нас специфические. Они идут с надломленной психикой, страхом перед заболеванием. Мы же должны рассеять его сомнения, успокоить его. Поэтому здесь нужно немножко, ну, какой эмпатии, чтобы была все-таки. Вот по поводу психологической сложности работы. Действительно, ваши пациенты очень непростые. И приходится вам в работе сталкиваться с различными, ну, стрессовыми, наверное, ситуациями. Скажите, а каким образом вот эту эмпатию в себе не выжечь, не сгореть эмоционально? Что вы для этого делаете? Для этого у нас есть психологические тренинги, которые организует наш диспансер. Я имею в виду администрацию для наших сотрудников. К нам приходят коучеры, которые занимаются с нашим персоналом. У нас большое отделение реабилитации, в штате которого есть психологи. И если кому-то потребовалось это, они могут обратиться. И им, конечно, помогут. Помимо этого, мы немного отвлекаем наш персонал. У нас проходит много спортивных мероприятий с помощью профсоюзной организации. Концерты мы устраиваем внутри нашего диспансера. И даем билеты в театры, которые есть у нас в городе. То есть со всех сторон мы стараемся сберечь свой персонал, чтобы сохранить его на долгие годы работы. То есть вы даете понять человеку, что он важен? Он очень важен для нас. Про наставничество вы уже заговорили. И если я не ошибаюсь, то она создана в онкодиспансере лет, наверное, уже 10 назад, да? Ну, да. Началась система наставничества у нас с 2012 года. Но первые опять были сестры. Мы, как мы тогда на тот период, 2012 года, видели работу с наставничеством, и так и создали документы обороты, так и работали. Конечно, в диспансере мы постоянно развиваемся. И в 2014 году у нас работа именно сестринской службы стала более системно, стандартизированной. Мы стали разрабатывать стандартные операционные процедуры, памятки, алгоритмы, по которым потом соответственно и учим новых сотрудников, кто к нам приходит. В 2019 году это все развивалось, система наставничества, она не за один год выстраивалась. И в 2019 году к нам присоединились врачи, прочий персонал, у нас стал совет. По наставничеству сейчас туда входит 224 человека. В среднем у нас в диспансер приходит в год 164 человека. И вот этот совет наставничества у нас возглавляет заместитель главного врача по правовым вопросам управления персоналом. То есть это системный подход к работе с молодыми специалистами. И проработав столько лет в системе наставничества, можно сделать выводы, что на самом деле она рабочая, но она всегда изменяется в силу законодательства изменений, каких-то внутренних регламентирующих документов. И соответственно минимизируется количество осложнений, укомплектованность персонала, микроклимат в коллективе учился. То есть есть уже результаты, они видны. Да, но потому что у нас этот процесс долгий, мы уже можем анализировать, как эта система работает у нас. Мне кажется, мы уже долго с вами рассказываем, пора посмотреть. Наш корреспондент побывал в онкодиспансерии и как раз на тему медицинских сестер, на тему профессионализма. Давайте посмотрим. Медсестра Галия Яббарова 40 лет трудится в Самарском онкологическом диспансере. Вспоминает, как в начале карьеры благодаря своему наставнику выбрала работу в операционной. Сегодня Галия помогает новым сотрудникам освоить на практике сестринское дело. Мы же помощники хирургов, поэтому необходимо знать не только практику, набивая руки и теорию, естественно. Вместе работаем, показываем, какие операции проходят, какие инструменты говорим им, чтобы они все это понимали. Преемственность поколений – традиция онкодиспансера. В отделении опухолей головы и шеи вместе с мамой, медсестрой, уже полгода работает врачом дочь Александра Сидоренко. Ну, я очень хорошо помню все моменты, когда мама приводила меня с собой, и летом особенно она брала меня с собой на работу. Я помню, как мы снимали ЭКГ. Вот это было, наверное, прямо такое, одно из первых, что я вообще увидела в медицине. Сегодня в онкодиспансере на смену узкопрофильной медицинской сестре пришли специалисты-универсалы. Онкоцентр первым в регионе ввел такую практику. Для перехода в новый ранг нужно пройти обучение. Онкологические пациенты имеют несколько другое строение, особые операции проводятся. Поэтому необходимо медицинскую сестру в течение всей трудовой деятельности учить. И мы малыми группами проводим обучение с учетом особенностей того или иного отделения, где происходит лечение и уход за пациентом. Сестринская служба онкологического диспансера проводит занятия и для медучреждений первичного звена. Основной акцент на повышении онконастороженности среднего медицинского персонала. Обучение прошли более 600 сотрудников. С этого года сестринская служба диспансера организует выездные семинары в центрах амбулаторной онкологической помощи. Меня поразила мысль о том, что медицинская сестра хирургическая фактически, но случись что, наверное, тоже сможет провести операцию, да? Ну, сможет что-то, какие-то манипуляции уж точно сделать. Мы вернулись в студию программы «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Вероника Пятикоп, главная медицинская сестра самарского онкологического диспансера. И вот мы здесь увидели представителей династии в этом сюжете. Скажите, а вообще преемственность поколения его онкодиспансерии – это тоже какие-то традиции, или это тоже ваши такие отдельно взятые истории прекрасные? Нет, конечно же, хочется, чтобы это вошло в традицию, потому что в нашем диспансере есть одна династия врачей, и три преемственности среди среднего медицинского персонала, когда приходит сначала мама, потом дочь, а бывает, что наоборот. Сначала дочь пришла, потом мама приходит к нам работать. И вы знаете, вот в этом году мы как бы это уже три дня у нас преемственности есть в сестринской службе. Я надеюсь, мы только будем это развивать. Мы для этого все делаем, чтобы к нам приходили сотрудники работать. Вы говорили уже про инновации. Скажите, а вот вообще внедрение инноваций в работу медицинской сестры – это важно для пациентов, или это облегчает труд именно персонала медицинского? Нет, во главе угла всегда стоит пациент. Поэтому для того, чтобы минимизировать ошибки медицинской сестры, осложнения для пациентов, именно вводятся эти инновации, чтобы минимизировать осложнение у пациентов. Мы знаем, что онкодиспансер – это учреждение, которое не то, что даже в ногу со временем, а иногда чуть-чуть и впереди пытается идти, и обновление постоянной оборудования, и каких-то, наверное, методик происходит. Но помимо всего этого есть и другие, наверное, новшества в вашей работе. Но в частности, вот знаю, что медицинские сестры проходят периодическую аккредитацию, да, переаккредитацию, можно так сказать. Что это такое, для чего, для какой цели, как это проходит? Вы знаете, раньше и врачи, и медицинские сестры проходили сертификационные циклы, и мы получали сертификаты. С 2018 года в нашу жизнь, я имею в виду среднего медицинского персонала, вошла аккредитация. Первые были пилоты – это врачи, потом подтянулся средний медицинский персонал под аккредитацию. У нас три вида аккредитации – это первичная аккредитация, первично специализированная и периодическая. Первичная аккредитация у нас началась в 2018 году, это первый был год. В 2021 году присоединилась первичная специализированная аккредитация. Вот этими двумя аккредитациями у нас занимается центр аккредитации, который организован у нас при колледже имени Нинляпиной. И, соответственно, эту аккредитацию проходят медицинские сестры, первичную, те, кто заканчивают колледж сразу, чтобы приступить к профессиональной деятельности. Это как лицензия. Первично специализированную, если медицинская сестра решила поменять специальность, то ей нужно будет пройти опять аккредитацию, получить эту лицензию для работы в практическом здравоохранении. А периодическую аккредитацию проходят все работающие медицинские сестры, как и сертификационные циклы, раз в пять лет. Эта аккредитация у нас проходит в электронном варианте. То есть... То есть можно списать? Нет. Я имею в виду, что сейчас же все централизовано. И есть центр аккредитации, который на себе Российская Федерация, которая аккумулирует всех аккредитуемых во всех регионах. То есть есть федеральный регистр медицинских работников, куда мы все постепенно и заходим, пройдя аккредитацию. И, соответственно, вот эта вот периодическая аккредитация, с которой мы столкнулись с 21-го года, вызывала сложности в основном у медицинских сестер с возрастом, кто не очень дружит с компьютером, потому что там нужно вбивать данные. И в связи с этим, наверное, мы потеряли большой штат медицинских сестер. С большим опытом. С большим опытом, да. Поэтому в нашем учреждении мы решили помогать всем медицинским сестрам проходить аккредитацию периодическую, в частности. Мы установили в учебно-методическом кабинете компьютеры. Они могут прийти потренироваться на этих компьютерах. Им поможет старшая сестра это осуществить. Мы обучили всех старших сестер в наших отделениях медицинских, как помочь медицинской сестре пройти эту аккредитацию. Если старшая сестра отделения не справляется, она идет в учебно-методический кабинет. И все вместе мы помогаем медицинской сестре заполнить пакет документов. Это все подтянуть в федеральный регистр медицинских работников. Вероника Михайловна, знаем, что очень много пациентов сейчас в онкодиспансере, что очень много онкологии в нашей жизни. И по разным причинам, но в том числе и по причине улучшения диагностики, улучшения выявляемости. Скажите, ваш ли вообще вопрос, или это вопрос только врачей, по поводу побуждения к онконастороженности сотрудников первичного звена? Вообще вы к этому как-то имеете отношение? Конечно. Мы к этому имеем в том числе и непосредственное отношение, потому что благодаря национальному проекту здравоохранения и региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» все знают, что у нас в первичном здравоохранении стали открываться смотровые кабинеты, у нас открываются центры амбулаторной онкологической помощи, туда приходят медицинские сестры работать. И вот с 2018 года мы разработали программу обучения, модули по онконастороженности. Соответственно, тут нам и врачи помогли правильно выстроить эту программу. И старшая сестра, как вы видели по ролику, обучает медицинских сестер именно первичного здравоохранения смотровых кабинетов. Это и медсестры, и акушерки, и фельдшера ФАПов могут быть. Именно онкнастороженности. Задача медицинской сестры провести осмотр, взять мазок и заподозрить онкопатологию пациента. Дальше она доводит до врача, и там своя цепочка взаимодействия с онкцентром, с центром амбулаторной помощи. Это очень важно. Вот, допустим, сейчас онкцентр переводит на центры оказания онкологической амбулаторной помощи химиотерапию, пока элементарную химиотерапию. И мы поняли, что медицинские сестры в первичном здравоохранении и в центрах, в ЦАОПах, коротко назову, не знают, как колоть химию пациентам, потому что у нас они идут с помпами, с пиккатетерами и медицинской сестры. То есть вот на это вы направили ваше внимание и обучаете сестер первичного звена. Вероника Михайловна, мне остается только еще раз поздравить весь ваш прекрасный персонал с профессиональным праздником. Спасибо вам за то, что вы приехали, пришли к нашу программу. И прощаемся с нашими зрителями. Спасибо, что были с нами эти полчаса. Спасибо большое. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»